Утумата Еще во время съемок «Булага» пришлось заменять народного артиста Бурятии Басу Циденова. Он уехал на съемки полнометражного фильма. И еще одного заслуженного артиста Бурятии увезли после съемок сразу в Москву. Но он уже приехал, и мне даже удалось с ним побеседовать. Итак, Санга, расскажи мне, куда ты попал, зачем ты попал, в какую киностудию? Как это все было? Мне все интересно, даже не знаешь, чего начинать. Ну, я попал благодаря местной студии «Манулафильм», московской студии «Амедиа Продакшн». Это благодаря, конечно, Салбону Лагденову, у него очень много знакомых в Москве. И также наш, ну, там местный режиссер-постановщик, этот Дмитрий Киселев, он увидел, как бы, трейлер Салбона, ну и попросил, чтобы меня отснять в этом сериале. Это не фильм, не полнометражный фильм, а один из серий, сериала «Кости». И про что же сериал? Какую роль исполняете? Ну, в этой серии у меня, как бы, значительную роль, более-менее, ну, где-то, можно сказать, как бы, вторая главная роль. Ну, все события вокруг меня, может, так происходят. А я играю там местного, в общем-то, все дело происходит в Барбезине, я там играю местного лесника. Ну, там находят, там пропадают люди, потом вдруг находят предмедведя, и в нем, оказывается, есть человеческие руки. Ответь мне на вопрос, пожалуйста, вот игра актера театра и кино, различия? Да, конечно, есть различия. То, что актер играет на сцене театра, он существует на сцене от начала и до конца. Во время съемок фильма там могут менять мониторы, могут менять ракурсы. Во время этого человек уже может отдыхать. Например, ну, полностью отдыхает человек, да? Ну, и в это время это дают тебе задачу, так, 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 ну, и начинаешь там уже, конечно, работать и вновь. То, что в театре, это, конечно, от начала и до конца. То есть, Ангел, ты хочешь сказать, что театральный актер, он более качественно играет, исполняет свою роль, нежели чем киношный? Ну, я уже говорил, то, что в кино вот этот, ну, когда меняют, человек может уже как бы выйти из роли, да? И то, что он от начала до конца, каждый день, каждый съемочный день не может это все нести, правильно? А театральный актер, это уже как-то внутренний мир, это вначале то, что он нес, у него должен дойти до кульминации, и чтобы потом остался вот этот конечный счет, когда то, что уже могут получить все удовольствия, аплодисменты от зрителей. И что же у тебя появилось желание дойти до Голливуда? Ну, это еще рано на этот вопрос отвечать, наверное. Ну, у кого нет желания зарабатывать такие же, можно сказать, гонорары, ездить по всем странам, смотреть все это, пробовать себя во всем многом. Для меня, конечно, в настоящее время, то, что, чем я начал заниматься, ну, этим, конечно, это я уже давно как бы начинал, но все это сейчас у нас только-только начинается. Я думаю, что в дальнейшем у меня будут, и есть вроде бы интерес, появился интерес и в Москве, можно сказать, в тамошних студиях, тамошних режиссеров. Ну, я думаю, что все, что получится, то и получится. А чего, СНГ, ты ждешь от премьеры кинофильма «Булак»? Ну, жду очень многого, можно сказать. То, что получится, то это уже на суд зрителей. То, что мы сделали, это не для себя, во-первых, для нашего бурятского кино. СНГ, большое тебе спасибо. Спасибо. Я тебе желаю творческих успехов в дальнейшем. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Еще раз. Учеными подсчитано, что каждый день в мире исчезает какой-нибудь язык или диалект. Но русскому языку, великому и могучему, это пока не грозит. Но кто предупрежден, тот вооружен. В России принято решение на государственном уровне отмечать в день рождения Александра Сергеевича Пушкина День русского языка, как государственного языка и языка межнационального общения, цементирующего в едином лингвистическом поле представители более 200 народов и этнических групп. Филологический факультет Бурятского государственного университета вышел к нам с инициативой провести это мероприятие в городе Улан-Удэ. Одновременно с сегодняшним мероприятием проходит мероприятие, аналогичное мероприятие проводится на трех площадках. Отрадно видеть, что праздник развивается и в следующем году мы тоже проведем такой же праздник с другим содержанием. Самая яркая картина пристала на театральной площади. Этот мир придуман не твой, этот мир придуман не твой. Согласно Ветхому Завету, Бог создал мир за семь дней. И Бог разделил единый проязык на множество разных, из-за гордыни человечества, построившего Вавилонскую башню. По данным ООН, русский язык сегодня занимает пятое место в мире по популярности. Язык является самым чутким барометром состояния общества. Состояния не экономического, а интеллектуального, духовного состояния. И когда произошла грандиозная ломка конца 20 века, с русским языком, конечно, тоже произошла ломка. Сегодня, во-первых, количество людей, говорящих на русском языке в мире, существенно сократилось. Написать сегодня грамотный диктант практически ни один школьник не может. Практически. Если мы возьмем средства массовой информации, практически каждый журналист допускает сегодня ошибки. Специалисты видят рост числа грамматических и орфоэпических ошибок еще и в том, что, как ни странно, мы начали больше писать и общаться. Не вживую? Увы, нет. Мы очень много пишем в интернете, много говорим по скайпу. И часто одновременно с большим количеством людей. За вечер человек пишет гораздо больше и говорит по скайпу гораздо больше, чем, может быть, за месяц 20 лет еще назад. Вот, может быть, поэтому мы стали говорить, что ошибок стало много. Наиболее часто повторяющиеся ошибки в произношении наших горожан уже не режут слух. Например, мы говорим, я живу в 20-м квартале, хотя по нормам нужно говорить в квартале. И практически в каждом маршруте такси мы видим надпись «Оплатите за проезд». Хотя это грубая грамматическая ошибка, потому что либо заплатите за проезд, либо оплатите свой проезд, оплатите проезд. Вот это правильные синтаксические построения. Студенты филологического факультета на многих остановках города в этот день проверяли на грамотность прохожих. Если сказать точно, то это средний уровень грамотности, это школьный уровень грамотности, потому что люди чуть-чуть путаются в ударениях, но при этом вставлять буквы, слова, они спокойно с этим справились. Я сейчас вам покажу, как вы протестировали прохожих. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня день русского языка. Они хотели бы принять участие и проверить свою грамотность. Давайте. Вам нужно отметить свою фамилию и вставить пропущенные буквы и вставить ударение. Спасибо большое. Бичом современного русского языка многие считают иностранные заимствования, которым можно легко найти эквивалент в родной речи. Хотя те же, скорее всего, не представляют, как на русском называть тот же интернет или банальный коктейль. В истории любого языка это естественный процесс появления заимствований. Иногда это бывает массировано, как, например, французские заимствования в 19 веке. Сейчас мы наблюдаем очень сильное влияние английского языка. Гораздо серьезнее выглядит проблема засорения речи же организмами и откровенным матом. И, к сожалению, даже проникла в речь интеллигенции носителей литературного языка в речь элиты. Кстати, люди часто путают жаргон и профессиональный сленг. Вся милиция говорит, уголовное дело возбуждено, там преступник осужден за то, что он выпил там полтора литра алкоголя. Это профессиональный жаргон. Социальные диалекты существовали всегда. Истории доказано, что при излете исторической жизни народа язык умирает первым. Слава Богу, с великим и могучим этого, скорее всего, не произойдет. Русский язык развивается, эволюционирует и борется. А это жизнь. Полноценная жизнь одного из самых древних и богатых языков мира. Вау, сейчас будет сюжет, который приготовила я сама лично. Учитывая то, что раньше у меня не было журналистского опыта, судите сами. Каждый из нас понимает, что именно труд сделал человека человеком. Но какой труд сегодня предпочитают наши сверстники? Да, вы сами знаете ответ. Молодые и горячие сегодня валом валят юристы-экономисты. Хотя всем уже ясно, что спрос уже давным-давно превышает предложения в этом сегменте. Создается ощущение, что наше глубоко рафинированное поколение просто забыло о рабочих и технических специальностях. Вакансии достаточно много предоставляют для нашей молодежи. И специалисты-инженеры, технологи, специалисты рабочих профессий сегодня как никогда востребованы. При том, что уровень заработной платы в этой отрасли на порядок выше, чем, например, в экономической. Поэтому пора уже переориентироваться с юристов-экономистов на реальный сектор экономики. Зададимся вопросом. Впрочем, нет. Зададим вопрос нашим зрителям. Я думаю, что рабочие специальности на сегодняшний день это не престижно, потому что это все исходит от родителей, потому что родители хотели бы, чтобы их дети были бы где-то повыше, и их отправляют на такие не рабочие специальности. Экономисты, юристы, и где-то там какие-то другие, ну, гуманитарные специальности. Ну, и у нас в республике оплачивается достаточно низко, да, вот, рабочая специальность. Ну, там, тем же самым сантехником работать, как грязная такая работа, нежели там работать каким-нибудь менеджером в магазине, продавцом, да, или, грубо говоря, экономистом. Я бы не работал и не учился. Ну, да, на данный момент, вроде, самая перспективная – это рабочая профессия. Самые престижные такие профессии, как юристы, экономисты, они как бы уже перенасыщенные. Я бы не пошел учиться на рабочей профессии, так как я считаю, на данный момент это низкооплачиваемая работа и, ну, не очень такая перспективная профессия. Мне больше нравятся такие профессии, как, ну, медицина там, юридические, то есть, где умственная работа. Я считаю, что любая профессия – это отлично. Я считаю, что все должны наслаждаться тем, что они делают. И, на самом деле, в России, мне кажется, с этим небольшие проблемы, потому что в других странах даже люди, которые работают в туалетах, они тебе прекрасно улыбаются, они просто счастливы. И мне кажется, что может быть, это дело в менталитете, может быть, это дело в отсутствии, не знаю, комфорта на работе. Поэтому, мне кажется, нужно развиваться в этой области и давать людям больше денег или больше, я не знаю, каких-то других мотивирующих вещей. сегодня рабочие профессии, они перспективны, но в эту сферу нужно влаживаться. И идти туда на сегодняшний день молодые люди идут в основном из-за бюджетных мест, потому что государство обеспечивает бюджетные места. А так очень мало людей, которые лично заинтересованы в приобретении этой профессии. У нас не хватает в стране специалистов, ну и поэтому я считаю, что в принципе нужно туда идти. Но что касается меня, я, наверное, пошла бы, ну, так сказать, на гуманитарные какие-то специалисты, потому что мне это далеко. Я думаю, что как бы сейчас бы надо, это перспективно, что ли, можно сказать. Потому что сейчас все забрашивается, там колхозы, несовхозы все считают. Вот если это все обратно восстановить бы, то, как сказать, было бы много мест, где можно все сделать. Вы сами все слышали. Не будем делать никаких выводов и резюме. Просто скажем, что система образования напрямую отреагировала на запрос рынка. И мы видим сегодня, что мы видим это по тем учебным местам, которые представляют вузы. Идет сокращение у нас, например, гуманитарного профиля. Появляется больше специальности технического профиля. Но должен все равно баланс, конечно, соблюдаться. Это естественно. Наша республика, да и жизнь каждого из нас будет гораздо лучше, если у нас будут в почете все профессии. Мне трудно дышать, я взволнована. В эфире был мой первый сюжет. Цирен, ставь что угодно, я разрешаю. Это событие, если брать в глобальном смысле, никак нельзя назвать хоть что. Это событие – знак того, что семья и семейные ценности были и будут теми островками в бурном течении жизни, дарящими человеку самые светлые и возвышенные чувства. На этой неделе в Доме правительства чествовали семью, награжденные Орденом Родительской Славы. Орден Родительской Славы вручен именно президентом Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путиным. Такие семьи являются, наверное, основой любого государства, залогом именно семейного таких нравственных принципов. Сергей Андреевич и Валентина Ивановна родились в Улан-Удэ, учились в одной школе. Чувства у нас зародились уже в школе. И уже в школе мы даже поспорили, что я на ней женюсь. Ага, мы поспорили на килограмм каракумы. До сих пор не отдала, кстати. Они поженились сразу, как только Сергей Иванович демобилизовался. И в 1971 году у них родился первый ребенок. В 1986 году родился самый младший сын Артем. А в целом у них 8 детей. На церемонии награждения присутствовала вся семья Беловых. Дети разделили вместе с родителями их гордость и славу. Все дети приняли решение поддержали своих родителей, чтобы съездить в Москву, чтобы они сами могли поблагодарить вместе с нашим президентом Российской Федерации поблагодарить своих родителей за вручение такой большой награды. И хотелось бы пожелать всего самого доброго, добра им, счастья, многих лет жизни и самое главное здоровья. У Сергея Андреевича и Валентины Ивановны растут уже 15 внуков. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Семейного вам счастья и благополучия. Мальчики, цирены, чингис, давайте покажем тизер фильма «Булак». Мне кажется, это самое то. «Булак» и «Булак» и «Булак». ПОДПИШИСЬ! 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 Музыки, 惜 consume! А чё это в нефрите такого цельного-то? Нефрит? Нефрит? Ну, нефрит, а появочный камень, в основном, я не знаю, что ты чувствуешь. Братан, на дурит! Ах! 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 У меня! Амин же не хаташол! Немец. Немец. Ах! Ах! Олага хатасын нюток, нюток быши. Оуга алдасын хум, хум быши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok